здравствуйте дорогие мои подписчики я вас приветствую вы в гостях у елена на моей кухне и сегодня хочу поделиться с вами с рецептиком из значит курочки это заливное заливной из курочки многие просили мне показать как это я делаю и сегодня как бы я настроилась на это показать вам тем более что мы очень захотели эту вкусняшку покушать поэтому я решила вам показать что делаем значит первая стадия приготовления какая отвариваю значит куриное мясо но я не знаю что у вас там может быть у вас будет грудка может быть будет утка я сегодня делаю из бедрышков конечно же я делаю и из грудки и из бедрышков и в принципе и заливное можно делать из любого мяса это на ваш вкус но сегодня я показываю именно из бедрышек курицы смотрите у меня есть одна фишка если вы не любите чтобы в заливного был жир то есть смотрите ставите мясо как только закипит выключаете убираете сливаете эту воду значит наливаете другую водичку сверху там все зависит от того сколько вам нужно воды сколько нужно бульона это уже как бы вы сами и начинает кипеть и вот вторую водичку мы оставляем первую выливаем вторую оставляем если же вы совсем не хотите чтобы вот этот жир был чтобы прозрачно прозрачно когда уже вы отварите второй раз бульон вы можете его как вот этот жирок который остается но его там мало остается но остается можете его убрать вот такими вот салфеточками вот полотенце или можно салфеточки желательно конечно салфеточки но полотенце тоже можно в принципе нет разницы просто потом вот сверху вот так вот кладете уже когда процедите отдельно где-нибудь в мисочке бульончик ваш будет, и сверху просто кладете вот это полотенечко. Одно, значит, убираете, потом второе. Оно притягивает сверху вот этот значит, жирок. Если же вы хотите, чтобы он был, то этого не делайте. В общем, я вот такие вам небольшие фишечки свои дала. Значит, что я делаю? Вот в этот бульон, именно на этой стадии, когда он закипел, и я взяла сверху пену, я кидаю сюда еще и морковку. Смотрите. Не сразу кидаю. А когда уже закипит, как я вам уже сказала, и сейчас вот я порежу, значит, луковку на 4 части и тоже сюда брошу. Я закидываю сюда морковку. Почему я не отварю отдельно морковку? Потому что я хочу, чтобы она варилась в бульоне, чтобы соединился вкус, значит, то есть коренья, чтобы варились. И для украшения потом ее оставляю. Она будет очень вкусна, думаю, вам это уже известно, может быть и родители, бабушка, мама готовила именно таким способом. Потому что сейчас, как бы я вижу, многие варят отдельно морковку и потом добавляют. Вот. Я же этого не делаю. Я варю именно вместе с бульончиком и морковку, и лук. Я сюда не добавляю больше никакие коренья. Именно в заливное с курочкой. Вот. Только, значит, лавровый лист я добавляю сюда и черный перчик. Вот таким вот образом. Больше я ничего сюда не добавляю. Морковка, лук, значит, черный перец и лаврушку. Вот. Если вы хотите, конечно, вы добавляйте любые другие коренья. Пастернак, сельдерей корень. Ну, кто что любит. Я лично делаю так. Вот. Варить я буду за морковочкой. За морковочкой нужно следить, чтобы она не переварилась, для того, чтобы потом смогли украшать, не ломалась она и не была слишком мягкая. Вот. И буду варить до тех пор, пока у меня мясо не отстанет от костей, потому что это у меня бедрышки с костями. Если же вы, конечно, будете с грудкой варить, то варить нужно гораздо меньше. А я варю гораздо больше, потому что мясо бедрышек, оно более сочное, и с ним ничего не случится. А мясо, значит, и грудки, за ним нужно следить, чтобы она не получилась у вас резина. То есть минут 15 варить. Вот. Ну что же, вот первая стадия варки нашего заливного из курицы, я вам уже сказала. Когда у меня будет готово, я подключусь и покажу вам, что я буду делать дальше. Итак, первая часть приготовления нашего заливного прошла. Удачненько. Все приготовилось. Вот видите, бедрочки у меня уже отварились. Видите, они уже начинают отваливаться от костей. То есть мясо отваливается от костей. Значит, уже готово. Вот столечко у меня бульона получилось. Я этот бульончик сейчас процежу. Видите, у меня остался, значит, тут вот жирочек. Я не хочу, чтобы у меня совсем жирочка не было. Я его оставляю. Ну, нет, конечно, я процежу через марлечку в 4 слоя, но салфеточкой вот так не буду убирать, как я вам говорила в начале видео. Так, здесь вот у меня морковочка тоже отварилась и, значит, мяско. Сейчас все остынет. Я все тут процежу. Мясо отдельно отделю от костей. И, опять же, мясо как хотите. Хотите крупно нарежьте, хотите мелко. Я хочу сказать, что заливной из курочки на Украине делают прямо целиком вот так вот берут тарелку, складывают вот так вот тарелки, прям вот бедрышком, прям кусками. Там делают так интересно даже лапки и голову от курицы. Если кто когда-нибудь это видел, то знает, о чем я сейчас говорю. Вот. И просто бульоном сверху заливает. И вот прям в тарелках подают, в такие глубокие тарелки для супа. И оставляют, значит, в холодильнике. Застывает заливной. И потом каждому подают одну тарелку вот эту на стол. Это и на Пасху, и на Новый год, на Рождество. То есть вот так подают там заливное. Можете и так сделать. Я же буду, как я вам уже сказала, для загородного дома готовить вот в таких вот коробочках. Как продается в магазине. Они есть разные. Я вот, видите, вот в таких вот коробочках. С крышечкой я буду накрывать вот так. И буду убирать одну на одну. Очень удобно такие коробочки складывать в холодильник. Если вы делаете для того, чтобы угостить людей, то есть на стол, на праздничный стол, или просто вы для дома хотите, то вы будете делать любую другую красивую посуду. То есть можно тоже прозрачную стеклянную, чтобы было видно. А потом всего лишь слегка поддержите тарелочку над тепленькой водичкой и перевернете и красиво украсть. И можно просто в стеклянной посуде подать, не вынимая оттуда. И каждый себе будет накладывать. Но я люблю заливной подавать отдельно. Даже хочу сказать и на праздничный стол. Тоже я рассчитываю, сколько у меня будет гостей. Я подаю в красивых. У меня есть разные красивые, маленькие. Такие емкости. Не пластиковые. Ну, скажем так, взять вот кокотницы, где вы делаете жульен. Вот в таких тоже делаю. То есть каждому подаю. Затем у меня есть очень красивые такие белые кексницы тоже. Белые такие керамические. Я в них кексы выпекаю. Я в них тоже делаю. То есть каждому человеку подаю. Потому что в большом блюде каждый будет вилкой. Ну, знаете, что такое заливной? Если уж студень можно разрезать кубиками и каждый себе возьмет, то заливной, она же вот эта вот жижа, она застывает. Потом каждый человек берет, на столе оно немножечко тает, если особенно тепло. И неприятно и неудобно. Вот. И гости ваши не будут кушать. Потому что только из-за того не будут, что им неудобно. Вот. И поэтому лучше так подать. Ну, я думаю, что много вам рассказала то, что я знаю и как правильно можно подать. А это мы берем, просто делаем, складываем и за городом на веранде обедаем, ужинаем. Взял себе, каждый взял и ложечкой отсюда берет и кушает. То есть, тоже удобный вариант. Вот. Ну что же, я сейчас все это отделю, разделю, все у меня остынет и подключусь и покажу вам вторую часть приготовления нашего заливного из курочки. итак, мои дорогие, я приготовила все, что мне нужно. Мясо разобрала на такие вот тоненькие ломтики. Я вот так люблю делать. Вот. Если, конечно, делать праздничное, то я как-нибудь сниму вам, как праздничное делать, как я все это нарезаю. Но суть приготовления одно и то же. А кто как хочет, может украсить это блюдо. Оформить, скажем так. Мясо готово. Бульон у меня тоже готовый. Значит, в бульончик отдельно, конечно же, обязательно, в холодненькой водичке мы разводим желатинчик. Разводим по указанному здесь к применению, как тут есть, как написано, вы все знаете. Это не надо объяснять желатинчик. Так, значит, сюда можно добавить, кто любит чеснок. Я не добавляю чеснок. Я добавляю в конце вот так вот перчику. Когда уже процеженный у меня бульон, я добавляю перчик. Вот так вот много. Вот так. Когда готовилось, у меня варились, я еще кинула немножечко чайную лодку кориандра в бульончик, еще не сказала вам. Целые зернышки кориандра. Вот в бульончик, я как я уже вам сказала, что я наливаю в теплый бульончик, потому что я буду заливать вот сюда, он у меня немножко остыл, вот в эти пластиковые штучки, мне не нужно, чтобы бульон был горячий. Значит, посолила, поперчила, так сказать, здесь вот. Можете, опять же, я просто, к примеру, вот такое красоту украсить, вот такие подавать. Смотрите, опять же, можно внизу нарезать кубиками, вот так вот, вместе с зеленым горошком, а можно нарезать, как я вам показала, просто мое устройство за городом, я там готовила, красивые звездочки, вот из этих кружочков я вырезала разные сердечки, звездочки, то есть, у кулинара обязательно найдется дома какие-нибудь такие штучки, для того, чтобы оформить красиво, морковочкой. Можете вы еще отварить перепелиные яйца, они тоже очень красиво смотрятся, разрезать можно на 4 части, тоже красивенько, и вот так вот вверх желточком расставлять, вот так, раз, два, три, четыре, прямо раскладывать, очень красиво, можно разрезать напополам, вот так вот, а можно разрезать напополам и одну половинку посередине и кубиками украсить красивыми сердечками из морковки, то есть, это на ваш вкус, я сейчас делаю себе вот эту вкуснятину для загородного дома, для того, чтобы быстро было что покушать, потому что времени нет, вот, и опять же, все должно быть тоже вкусно и красиво, можно вот такими вот листочками и зелеными петрушечками, вот как хотите, значит, я беру и раскладываю, значит, на дно я положила морковочки, так, и раскладываю наше заливное, смотрите, мясо можете положить столько, сколько вам нужно, хотите, чтобы у вас было мясо побольше, поменьше, значит, бульона, делайте так, хотите, чтобы у вас было, значит, в общем, добавляйте ингредиенты до той консистенции, которая вам нравится, вот так, больше бульона или больше мяса, или наоборот, больше мяса, меньше бульона, вот, скажем так, вот, как хотите, но я считаю, что заливное, оно должно быть, ну, чтобы побольше было бульончика, очень приятно кушать, чтобы не так было сухо, понимаете, но это опять каждый, как пожелает, ведь это все по желанию делается, поэтому, я вот делаю вот так, ну, естественно, и вот эту вот тоже красоту я заполню, вот, как бы для вас, вот, для, конечно, праздничного заливного, я прямо разбираю аккуратненько на ниточки, тоже, это, скажем так, неплохо будет, и красиво, и вкусно, опять же, как всегда, вы знаете, что я люблю, чтобы блюдо было не только вкусное, но еще и выглядело красиво, потому что мы сначала кушаем нашими глазками, а затем уже проявляем желание покушать, если нам понравилось блюдо, значит, мы его будем кушать, немало это важно, как выглядит наше блюдо, так, выкладываем, не надо туда утрамбовывать, вот так вот раскладываем, жидехонько, вот так вот, редехонько, скажем, воздушненько, вот так, пока подберешь правильное слово, несколько раз, повторишь одно и то же действие, так, все, вот у меня вот столько, дальше, что я делаю, сейчас покажу вам, опять-таки, мы нарезать будем с вами, и раскладывать горошек, вот так раскладываем, тоже, так вот, хаотично, вот таким вот образом, и сюда тоже, это как бы будет у нас верхняя часть украшения, все очень просто, конечно, если для праздничного стола, конечно, над этим можно поколдовать, и я с удовольствием это делаю, но это я готовлю не для праздничного стола, вот, поэтому, как бы, вот так, просто вы попросили показать мне, и я вам показываю, и так, разрезаем, я же говорю, что вы можете кубиками, можете, как я уже вам сказала, красиво разрезать, как я уже показывала, много разных блюд, как я нарезаю, красивыми этими, сервечками там, всякими разными, то есть, это уже выбор ваш, как нарежете, так и будет, вот, опять же, я говорю, яйцо, всех лучше, конечно, смотрится пелепелин, но если у вас перепелинного-то нет, то и ничего страшного, это мы сверху бульона положим в зелень, вот таким вот образом, я положу здесь вот нарезанные долечки, а внизу я целиком морковку, в общем, украшать так, как вам нужно, мои дорогие, как вы бы хотели, так и делайте, это ваше право, это на вкус, вот, я так украшаю, вы так, вот таким вот образом, опять же, я как сказала, что, вот здесь вот бульончик, можно салфеткой, сверху убрать, сейчас я вам, вот берете, значит, салфетку, складываете ее, вот так вот 4, и вот так накладываете, и вот этот жир сюда, ну, дайте я вам так вот накрою, пусть оно впитает, покажу, чтобы вы не думали, хотя я уже процеживала, и мне бы немножечко жирку тут, чтобы тоже осталось, вот, все это вот так вот забираем, и обратите внимание, я сейчас возьму тарелку, сколько здесь жира, очень много жира осталось, вот смотрите, прям буквально весь слой забрался, все, очень много жира, это вот такой вот приемчик, я вам показала еще, вот, так, сейчас, а, в принципе, все уже, у меня уже все, не нужно больше, так, сейчас будем заливать бульончик, вот так вот они у меня выглядят, вот, видите, какая прелесть, и заливаем бульончиком, заливаю бульончиком до полна, то есть, чтобы они, мои вот эти вот формочки были полные, вот так, вот, затем сверху я, зеленью украшу, вот, вот таким вот образом, вот, старайтесь так, чтобы вам на все хватило, но это уже, как распределить бульон, это уже вы сами там, я не знаю, сколько вы мяса будете брать, сколько всего, это, ваш, как говорится, выбор, так, вот, я же сказала, что бульон должен быть, бульона, как бы, мое, мое пожелание должно быть побольше, его, смотрите, как я угадала с этим, вот, видите, какая прелесть, вот они мои, красивые, выглядят замечательно, заливное, что хочу сказать, сюда можете добавить еще маринованных огурчиков, кубиками, это просто замечательно, я когда на празднике украшаю, очень красиво получается, я, и огурчики, и все, и вот я по зеленушечке вот так вот раскладываю, вот, видите, как пожелаете, я вот лично вот так делаю, вот, вы делайте, как вы желаете, чтобы все это аккуратненько, скажем так, застыло, здесь вот я вот так, вот, положу, вот таким вот образом, ну, как бы я показываю вам, для украшения вот эту, одну, как бы, пиалочку такую, чтобы вам было понятно, но я думаю, что все знают, вам больше, наверное, интересно, то, как я, мое приготовление, а не украшение, потому что украшает каждый по-своему, как ему нравится, и это верно, так и нужно делать, вот так, вот такая, выходит у нас картина, опять же, посолить по вкусу, поперчить по вкусу, и вы, как я уже сказала, можете сюда добавить и чесночку, вот, кто любит, это тоже очень важно, это касается каждого, я больше не буду никакой зелень добавлять, вот такая прелесть, так, я вот сюда, по серединке сделаю, будто бы у меня цветочек вышел, вот, небольшое такое разделение сделаем, вот так вот, все, все, мои хорошие, я сейчас поближе вам покажу, все у нас получилось, сейчас я закрою их, вот так вот, видите, у меня вот на сегодняшний день получилось вот такое, заливное, опять же, я хочу сказать, можете празднично разукрасить, вот, как хотите, мои хорошие, можете просто, вот у меня лично, видите, как получилось, и мяска много, и овощи, и жидкого тоже достаточно, то есть, оно вот эти соломочкой, не соломка, она волокна, я распустила мяско, оно получается в разные стороны, и между ними есть место, где расположиться, значит, нашему бульону, чтобы было рыхленько, так, чтобы было и того, и другого побольше, это же все-таки заливное, а не студень, вот, опять же говорю, украсьте, как вам хочется, я же просто показала вам суть приготовления моего рецепта, вот таким образом, я буду закрывать, видите, вот так, это очень удобно, поверьте мне, очень-очень удобно, и вам советую, вот, приготовить, сейчас, кстати, меня многие просили, ну, я сейчас разделю и накрою, многие просили меня показать, потому что, и писали даже, что впереди сад, огород, и хочется иногда быстро сделать, и просто, это вот так, таким же образом, я делаю и заливной, из рыбы, только продукты там другие, поэтому я вам это тоже покажу, вот, и удачи вам, всего самого доброго и хорошего, то, что просили, я вам показала, мои дорогие подписчики, вот таким образом, я готовлю заливное, опять же, еще раз повторяю, не забывайте, кто любит, чтобы было прозрачное, первую водичку, когда я делаю на праздник, первую водичку, там должно, чтобы и красиво, но оно тоже вкусно, выливаю, когда закипает, слушайте внимательно видео, затем снова раскладываю, кладу мясо опять в кастрюльку, заливаю водой, и уже варю бульон, то есть, первый раз закипает, мы выливаем этот бульон, вот, это даже хорошо, там всякая такое, пина грязная, вот это все, второй раз я заливаю, и готовлю, если же вы хотите, чтобы у вас был жирочек, то это вы не делайте, как я сделала с салфеточкой, если хотите, чтобы его не было, или было чуть-чуть, то можете сделать, немножко остается, ну, вот такого вот плана, я думаю, что, показать, как застыло заливное, не стоит, я сейчас досниму видео, сфотографирую и выложу, потому что все знают, когда заливное, и как застывает, какое оно получается, тем более, что как бы мне уже надо ехать за город, потому что там после дождя ужасное, ужасное, ужасное творится, нужно все это приводить в чувство, все плавает, все клеклое, стоит вода и холод, мои хорошие, не буду о грустном, сейчас не об этом, итак, сегодня мы готовили с вами заливное из курицы, приятного аппетита, и всего самого доброго, и удачи вам в приготовлении!